Господа, я думаю, все вы прекрасно знаете такую игру, как Викинги. Все вы ее очень любите, и в знак вашей благодарности за то, какое количество скачиваний вы произвели по моим ссылочкам в описании, я совместно с создателями игры Викинги провожу конкурс, в котором в этот раз буду разыгрывать три приза. Это два интересных видеорегистратора сразу с двумя камерами, и еще один такой же регистратор с двумя камерами, еще и с функцией GPS, добавок к которому мы дадим еще и свою присадку для топливных систем. Конкурс получится довольно простой, а игра Викинги довольно интересная, ведь это те самые стратегии из 90-х двухтысячных, которые все мы любим. Я думаю, каждый из вас залипал на них в детстве, а теперь у вас есть возможность просто взять свой мобильный телефон и проводить время с ностальгией так же, как и раньше, наслаждаться этой графикой, и самое главное, это атмосфера Викингов. Итак, чтобы получить приз, нужно скачать Викинги по моей ссылочке в описании и просто дойти до 10 уровня дворца. А чтобы выиграть главный приз, нужно прокачать свой дворец до максимально возможного уровня среди остальных участников. Итоги будут подведены уже 5 марта в группе ВКонтакте, ссылочку на который я также оставлю в описании под этим видео. Так что участвуйте в конкурсе, скачивайте Викингов именно по моим ссылочкам в описании и получайте 200 голды и бесплатный щит в подарок. Сами ссылки вы найдете в описании под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok про который мы вам сегодня расскажем. Это будет самое научное объяснение. Дело в том, что все очень просто, когда вы делаете вездеход под 40, 70, 80 лошадиных сил. Но все резко меняется, когда у вас V8 и практически 400 с лишним лошадей. Для этого требуются совсем другие решения, совсем другие усиления. И само понимание, что эта штука будет ехать 100 км в час, вызывает серьезные опасения в том, что как сделать все так, чтобы оно было надежным. Погнали! Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итогом всей этой огромной работы и лазерной резки, огромного количества сварки, самое главное мозгового штурма является телега, которая представляет из себя еще и балансирную телегу. То есть это все у нас будет как-то, как-то сейчас, секундочку, как-то вот так вот все в общей конструкции существовать. Здесь у нас будут трубы самой нашей штуки, про которые мы сегодня вам снимаем это видео. И это что такое? Это, собственно, поддерживает. Это делает так, чтобы между двумя большими колесиками, которые у вас по краям гусеницы, грубо говоря, в нашем ультратанке будут стоять в этой гусянке, есть еще посередине маленькие. Так вот, маленькие это они. Это у нас капролоновая проточка, или даже не проточка, это у нас капролоновая будет втулка, да? Вот такая огромная, которая одета уже непосредственно на металлическую трубу, которая уже на ступичном узле от ВАЗ-2108. Без восьмерочных деталей еще ни один вездеход, как мы с тобой установили, обойтись не может, потому что все-таки девяточка это, ну, эталон. И чем больше у вас деталей от девяточек, тем машина начинает лучше ехать на оффроуде. И все это посередине нашей гусеницы будет, как и у любой другой гусеничной техники, вот так вот находиться. В эту точку также у нас будет приводиться непосредственно амортизатор и пружинищий элемент, который можно сделать пневматическим, можно сделать из классической пружины, в его понимании. Это уже, грубо говоря, кто на что гораст. И все это также будет, соответственно, еще держать от рамы, сюда вниз давить и работать. Плюс, зачем это нужно делать именно балансирный? Потому что катков получается много, таких, чтобы через равные интервалы пространства и времени все это находилось у вас внизу на гусенице, когда будет препятствие, все это его огибало. То есть тут можно делать это все или не балансирным, но их в два раза больше вот таких рычагов, это приведет к чудовищному весу, или в два раза меньше рычагов, но чтобы один рычаг у вас упирался уже в телегу, которая балансирная. Получается, при наезде на препятствие все это будет срабатывать как-то типа вот так. Раз и два. И также после этого будет следующий балансир все это осуществлять. А это от чего у нас, кстати, Ваня, не помнишь? Это от стандартного подшипникового узла, собственно, которым он и является. И самое главное это прошприцевать продукции Супротека Прохим, и тогда все будет у нас существовать долго и счастливо. Интервал между ТО какой будет, Ваня, подскажете? 15 тысяч пробега, нет? Минимально. Тысяч сто, между, да, да, да. Хорошо. То есть в следующий раз на ТО вам нужно приехать через 50 лет. Удачи. На секундочку, почему так долго не выходит серия? Смотрите, нам нужно сделать некое подобие стойки. Стойка, то есть сборье пружинный элемент, амортизатор. Начнем с простого, амортизатор. Нам нужен довольно большой ход подвески, и при этом у нас расстояние от точки опоры амортизатора до верхней опоры амортизатора, оно очень большое. В связи с этим, во-первых, много гугла применяется. Для начала, амортизатор с самым большим ходом. Вот он. Как выясняется, это Audi A6 первого поколения, то есть типа C4 кузов, 90 какой-нибудь, 5-й, 96-й год, скорее всего. Он составляет 20 с лишним сантиметров. Это самый длинноходный амортизатор из простых решений бюджетных, которые нам удалось найти. Всегда можно сделать какие-то кастомные, нереальные аморты для баги, для рок-роулинга, вот эти, знаете, с вот таким ходом сделать. Но это будет дорого и труднодоставаемо. А у нас, все-таки, техника вездеходная, и для нее часто нужны будут простые решения, которые можно найти в любом ларке. В данном случае это вот такой амортизатор. Его длины не хватает, чтобы перекрыть то же самое расстояние от нижней опоры до верхней. В этом плане нам на помощь приходит некая труба-удлинитель, она же, собственно, Кайловер. Внизу у нее сайл-блок от Тойота Королла, селики и еще очень много чего Тойота-образного, потому что он просто подходил по диаметру под нужную трубу, которая также легко была в наличии. Соответственно, далее. Все это вот так сюда вставляется. Там даже есть для этого уже некое посадочное гнездо. Сейчас мы это сделаем. Кстати, да, посадилось. Здесь, дальше берется некое подобие муфты или шайба, как хотите, или гайка, которая сюда накручивается. И в итоге мы получаем реально аналог такой, можно сказать, бюджетный, а по факту и не бюджетный, Кайловер, но главное, подходящий под наши задачи. Если потом у нас вдруг, господи, как долго крутить, потечет амортизатор или что-то еще случится, мы это все легко поменяем. Из ближайшего ларька это будет не заказная деталь из Америки, которая будет ехать 3 месяца, а прямо здесь. И если нам это не подойдет, мы можем подобрать другой амортизатор, по необходимому нам диаметру ставить, опять же, в эту трубу, менять его ход, увеличивать, если ход мы захотим. И самое главное, у него более-менее приемлемая мягкость. Потому что, когда вы подбираете амортизаторы для машины, у вас их 4. Когда вы подбираете амортизаторы для ультратанка, у вас их 4 с каждой стороны. То есть, в итоге у вас их получается 8. Это много. То есть, жесткость всего у вас, получается, увеличивается на 2. То же самое с пружинами. Пружин в обычной машине 4, в нашем случае их будет 8. Соответственно, нужно будет пружины подобрать такие, которые в 2 раза мягче обычных, но при этом держат вес в 3-3,5 тонны. Еще все это и в динамике. Божечки мои. Куча геморроя. В итоге у нас амортизационный элемент выглядит вот так, а в плане пружин, я все-таки думаю, это Нива или Аказия. Нет? Чьи-то? 11 из 1. 2, 21, 11? Вот это как раз такая ловер, это регулировка по высоте. Это понятно, сюда еще пружину можно захреначить. Она сюда и будет, это же пол. Да, 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 да. Да, да, да. В общем, если бы это все собралось, это выглядело бы примерно вот так. Это можно покрасить в красный, но я думаю, нет. Или да, или нет. Но как оно будет ехать, у нас такие красные штришки будут и торчать. Короче, надо подумать, как это. Агрессивный камуфляж, как всегда, все закатит. В итоге получается вот такая стойка в сборе. Собственно, вверху, внизу будут приварены соответствующие уши, на нашей штуке, про которую мы сегодня вам рассказываем в этом видео. И все это будет ехать. Мы абсолютно не знаем, как это поведет себя на дороге. Потому что я все-таки был за пружины Атаказии. Дядя Ланя говорит, что нет. А у меня вообще сейчас вот последнюю ночь, кстати, я плохо спал в связи с перегревом. И у меня вообще родилась идея, что пружинные элементы, передние и задние, должны отличаться по жесткости от центральных пружинных элементов. Так что спереди и сзади 21.11 я с тобой согласен. А серединка все-таки Атаказии. Чтоб ты говорил, не получится, это постанова. Человек, который вчера мне предлагал УЗ в Шерпа продольно вставить, и тогда все поедет. А вот пружины Атаказии сюда не получат. Ну там у нас нет таких технологий, мы к этому не готовы. В общем, все-таки моя точка зрения, что в краях и амортизаторы... Вообще изначально я наставил на чем, что амортизаторов должно быть все-таки четыре. И они должны быть только по краям. Но здравая мысль посетила Ивана, и потом в конце уже и меня, что чтобы не ловили центральные элементы гусеницы у нас, всякие маятники, раскачивающие явления, непонятные вибрационные нагрузки, все-таки амортизаторы должны быть на всех тележках. В общем, ребята, это уже такая сложная штука. Мне кажется, это можно отдельное видео такого лекционного характера у доски рассказать. А что же будет, если? Но всегда есть вариант, чтобы с вами просто собрать и попробовать. Поэтому собираем дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Далее, наша штука, про которую мы вам сегодня рассказываем в этом видео, имеет две звездочки по краям, как у любого игрушечного танка. Между этим они не статичны. То есть эти звездочки, они еще и съезжаются, разъезжаются друг относительно. Оказывается, если кто из вас этого не знал, то да. Гусеница имеет некое натяжение и растяжение. Конструкция не статична. Для этого в передней части гусеницы, то есть на морде автомобиля, будет стоять, если это можно будет назвать, конечно, автомобилем, некий натяжитель. Эта штука будет содержать на себе переднюю, если из простого, звездочку. Сейчас мы ее даже вам тут покажем. А ленивец это ее научное название, нет? Да. Это примерно как-то вот здесь вот все будет. По-научному, грубо говоря, это ленивец. Через это вот оттуда проматывается, соответственно, гусянка. С чем мы это все унесем обратно? Хоп. И в некоторых моментах, когда вы тормозите или разгоняете, эта штука гусянку будет оттуда так делать хлоп и натягивать. Это все сделано для того, чтобы она нигде не провисала, не проскальзывала на зубах и вверху в крыло не упиралась, когда вы там что-то там делаете. Собственно, это проще будет показать вживую, в какие моменты где эти усилия возникают. Но, тем не менее, это нормальная схема. Ее применяют практически во всех вездеходах. Нет, есть, конечно, варианты со статикой, но, опять же, не при нашей мощности, не при нашей гусенице, потому что гусеницы тоже бывают условно растяжимые, условно нерастяжимые и так далее. И не при наших скоростях, на которых мы все это планируем использовать. Соответственно, здесь у нас будет еще пружина. Раз. Еще такая же пружина снизу. И здесь же, в этой же пружине, еще будет стоять амортизатор. Вернее, не амортизатор, а демпфер. Демпфер от амортизатора, напомню, отличается тем, что аморт работает только на сжатие или бывает на разжатие, но редко. А демпфер всегда работает в обе стороны. То есть он упирается вне зависимости от того, в какое направление к нему усилия приложено. Чтобы эта вся штука, опять же, не ловила некие вот такие вот амортизационные явления. Не амортизационные не называются, а некие резонансные явления. Чтобы у нас все прошло гладко. Поэтому вот я вам в этом видео пытаюсь объяснить, что вроде бы все просто. И есть вездеходы там за 400 тысяч на гусеницах, которые, ну, такие маленькие, типа, ну, вот эти вот где 2-3 человека, я имею в виду, не в понимании, там прям техника. А самый дешевый вездеход из того, который нам сегодня известен, который реально ездит, его показали на видео, и он даже доступен в продаже, это 1,7 миллиона рублей, что является отличной ценой. Это супер тема. Вот там опять же 70 лошадиных или 80 лошадиных сил. И максималка у них, как правило, у всех типа 40. Потому что не так где-то принято законом, хотя там где-то в тракторной технике прописаны те же самые там 40-50 км в час, но когда вы переваливаете за этот барьер в 60, дальше начинается полная каша. А нам нужно будет перевалить барьер и в 60, и в 80, и если повезет, даже все-таки хотя бы развить, ну, гипотетически, 101 км в час. Чего мы, конечно, ни в коем случае сейчас не гарантируем, но действительно очень хочется. И это еще далеко не конец. Погнали дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И в итоге, спустя, получается, у нас сегодня февраль, где-то это началось, по-моему, в декабре, в середине, наверное. Ну, скажем, в середине, чтобы у нас было больше времени. Итого, получается, это полноценных два месяца. Полноценных прям... Ну, там Новый год, это все... Ну, короче, два месяца, нормально все. Даже если в начале декабря, все равно там был Новый год. Хотя, по-моему, ты и в Новый год там уже что-то не чесалось у тебя, ты здесь что-то варил. А как же еще... Не только у тебя, если честно, но у всех нас сильно чесалось, поэтому Иван Джаггер-Гараж действительно работал даже в выходные. Это два месяца. Забегая сразу вперед, что еще два месяца мы следующего ждать не будем, совершенно, наверное, не будете. И мы тоже. И Иван два месяца ждать не будет, потому что все делалось всегда в двух экземплярах. По китайской схеме. В каком-то фильме было, да, что китайцы всегда делали за эту же цену, но два. Вот здесь, собственно, примерно получается так же. То есть вторая, соответственно, будет собираться сильно быстрее, потому что не будет всех этих поисков. Это пока что не ездящий экземпляр, поэтому здесь нет пружин, как вы видите, не бомбите. Здесь есть... Вот это просто трубочка, она просто сюда вставлена, потому что здесь на натяжителе также еще нет пружин, нет амортизатора, но это все добьется буквально уже в следующую неделю. Но сейчас есть самое эпическое. Эту штуку наконец-то можно покрутить, господа. Это будут первые метры ультратанка. Еще его... Это как зародыш ребенка. Он еще как человек не существует, но уже двигается, и что-то там тык-тык-тык куда-то стучит ножками. Сейчас мы постучим ножками в квартиры хейтеров и непосредственно прокрутим гусеницу вот здесь наконец-то. И вы увидите одну интересную штуку. Зачем нам нужно было 450 лошадиных сил? Дело в том, что, допустим, мы можем взять... Давай для наглядности возьмем колесо. Раньше транспортное средство Bentley Continental GT стояло на четырех колесах. Как бы это одно колесо, и чтобы его столкнуть, требовалось просто, собственно, все. Это я могу, да? С этим я... В этом я шарю, в этом я справлюсь. Теперь у нас вместо колеса вставлена гусеница. Казалось бы, да? Едь! Едь! Но не едет, да? То есть усилия немного превышают прежние. Далее. Я умный. Я не буду больше пинать ногами. Я могу провернуть... Я ведь колесо могу провернуть рукой. Даже когда она на подшипнике висит. Собственно, у нас сейчас и гусеница вывешена. Она находится в своем кондукторе. Такая некая имитация подъемника. То есть гусянка не на земле стоит. Мне даже не нужно ее физически сдвигать вперед. Я могу ее попытаться как-то провернуть руками. Колесо как мы берем и проворачиваем, да? Вот сейчас я гусянку проверну. Погоди, я смогу все. Я сильный. Тихо. Ну, просто там тормоза под... Не помогай, не помогай. Сейчас, погоди. Ну, да, что-то было. Что-то... Где-то было. Так вот. Вот гусеница, к сожалению, при всех ее преимуществах является чудовищным, по сути, анти-КПД. На ней феерические потери. Потому что количество подшипников, которые в ней применено, 80 примерно с чем-то. То есть надо посчитать потом подробнее. Может быть, титром ставим. Здесь огромное количество подшипников. Огромное количество катков, телег. Все это еще обладает некими другими странными свойствами. Смотри, у тебя, надеюсь, автофокус сейчас. Потому что когда гусеница едет вперед, смотрите внимательно вот сюда. Вот сюда. Я пытаюсь ее провернуть. И видите, эту телегу еще и поднимает. То есть в реальной жизни здесь будет оказывать сопротивление еще и пружина, которая все это давит вниз. И у нас же есть еще отбой гидро... Господи, не гидравлический. Просто он гидромасляный или он целиком газовый? Газовый. У нас же здесь еще есть газовый отбойник, который будет этому рычагу более сопротивляться еще при движении вверх. Соответственно, чтобы мы, когда стартуем, это же задняя часть, чтобы машина не слишком сильно смотрела в небо, хотя она и так будет, скорее всего, в него смотреть. В итоге, чтобы просто провернуть эти гусеницы, просто провернуть, потребуется уже не вот это вот, а 450 лошадиных сил. А как это все еще разогнать до какой-то скорости, это вообще нереально. Но вдвоем мы уже сможем. То есть мы, конечно, не карбюраторная девяточка, но какие-то еще у нас там запасы есть. Так. И... Давай. Вот. Мы команда, мать его. Замечательно. Все, спасибо. В общем, как вы видите, это триумфальное событие произошло, но вы сразу видите, что так долго мы эту штуку строили, для того, чтобы столкнуться с, казалось бы, очевидными, но вот такими замороченными в итоге проблемами. Как он поедет, господа? Пока что нам неизвестно. Вот такая, господа, получалась у нас техническая серия. Может, кто-то скажет, что это скучно и нет экшена, но на это ушло два месяца. Невероятное количество головной боли. Я, Ваня, не знаю, честно говоря, как ты, но я вот, честно, я даже, по-моему, считал, раз пять или шесть я просыпался ночью, и было ни... уснуть, потому что просыпаешься и думаешь, как же все-таки вот, что же еще можно сделать, чтобы точно получилось? Потому что основная паника даже не в том, что что-то мы делаем неправильно, а что будет, когда это все разовьет, какие-то вот те скорости. То, что мы сейчас сделали, я гарантирую просто, что оно выйдет и поедет. Вопрос, насколько оно поедет с нашим двигателем на полном газу в критичных нагрузках или где-то в оффроуде в болоте. Сделать те ролики, которые вы часто видите на ютубе, там какая-нибудь там буханка на гусеницах, жига-шестерка на гусеницах, чего только на гусеницах, там АК на гусеницах, какая-то там кто-то еще какой-то старый фиат. Все можно поставить на гусеницы. И на всем на этом можно ездить на первой передаче. Другой вопрос, как это все будет жить, а жить это должно долго, потому что я эту машину оставлю себе, в деревне некому чистить снег. И во-вторых, как это будет все жить на огромной скорости, естественно, пойдет ли это боком, потому что нам все это придется показать. У нас нет варианта с мобилки снять, как то, что мы сделали, проехала по деревне в дороге, вернулась обратно в сарай, и все у нас получилось, мы всех нагнули. Это немножечко не тот вариант, ребята. Это не тот канал, где вам показывают один разгон, и все, наша машина едет 5 секунд. А не едет 5 секунд, она проехала один раз 5 секунд. Эта штука будет ехать всегда, постоянно и везде, и под любыми нагрузками. И вот там вот, когда начнется вторая, третья, а может даже и пятая передача, вот там и начнется самый абзац, господа. Именно для этого сейчас все это заранее делается. Потому что мы, к сожалению, уже вышли из стадии тех проектов, когда можно было как УАЗик просто вкинуть В8 в сток на УАЗовском мосту, валить, и у нас действительно тогда все получалось. Спустя года мы понимаем, что потом все равно приходится все переделывать. И чтобы вот потом все не переделывать, и сказать, ставьте рядом свой мусор, и мы сравним, что лучше, для этого сейчас все делается долго, сложно и с головой. Спасибо вам всем огромное, что смотрели это видео. Спасибо огромное Ване Джаггер Гараж. Не забываем сказать это в комментариях, кстати, пацаны. Вот мне можно вообще никогда ни за что не говорить. Я все понимаю. А вот дядя Ваня живет с этой штукой в обнимку, плохо спит, ест, и мы его все за это ругаем, потому что надо лучше спать и есть, Ваня. Он любит, мы все любим эту штуку, ее все любят, Вань. Но мы при этом все едим и спим, а ты нет. Ну, в общем, дядя Вань тоже не идеальный человек, но я думаю, что все понимают, что главное все-таки для нас всех это сейчас результат. Удачи вам всем и пока. Субтитры сделал DimaTorzok